Кубок Луганской области по бильярду состоялся в Северодонецке. Он проходил в два этапа, оба по три часа. В первом между собой соперничали 8 бильярдистов с нарушением слуха, а во втором взяли в руки КИИ ликвидатора аварии на ЧАЭС. Кто стал победителем, расскажет Анастасия Волкова. Участники ежегодного Кубка Луганской области по бильярду – 8 людей с нарушением слуха и столько же ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Турнир посвящен как раз 26 апреля. Это главная, основная составляющая нашего турнира. Ну а так как у нас есть, как я уже сказал, и активная группа с нарушением слуха, мы их стараемся по возможности привлекать к самым разным видам спорта, давать возможность людям пообщаться и активно провести время, разнообразить свой досуг. Алексей участвует в турнире с момента его основания. Уже третий год подряд. «Всё нормально, мне понравится. Спасибо Юрию, Юринович, Кравченко. Всегда проводить на церкви. Лупина, спортивные, приращают». Василий – ликвидатор аварии на ЧАЭС. Заигродили целоспоминаниями техногенной катастрофы 86-го. «Получилось так, что вертолёт во время сбрасывания смеси в реактор зацепился за кран и упал возле самой станции. Ну и работники нашего каравула, которые дежурили, тушили данную аварию. Лётчики, которые там были, они погибли. Вертолёт рухнул, и экипаж погиб». Турнир длился 6 часов. Первое место среди слабослышащих занял бильярдист Юрий Стекольников. Среди ликвидаторов аварии Чернобыльской катастрофы победил Анатолий Якименко. Их наградили грамотами. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, ФОДИИ.